Доброго дня, это эфир телеканала Самарагиси. Прямо сейчас вы смотрите программу «Хочу домой», программа о бродячих животных, кошках и собаках. И, конечно, не забываем рассказывать о домашних питомцах, породистых и беспородных. Лето. И хочется чем-то заняться со своими собаками. Кто-то уезжает на дачу и проводит там все лето. Иные увлекаются спортивными занятиями. Ну, например, ноузвор – это поисковые навыки. Аджилити – преодоление препятствий на скорость. Проводятся состязания на послушание и защитные службы. Следовая работа. Можно еще перечислить немало состязаний с собаками. В общем, заняться есть чем. Главное было бы желание и, конечно, не лениться. Причем, обращаю ваше внимание, этими видами спорта можно заниматься не только с породистыми собаками, но и беспородными. Кстати, мы здесь вспомнили, что есть еще одно увлечение с собаками – развитие охотничьих данных. Или просто подготовка собак к охоте. И об этом мы будем слушать рассказы наших гостей в студии. Кинолог военно-охотничьего общества Приволжского военного округа Дарья Лукьянова у нас в студии. И кинолог специфика работы, которая выработка рабочих качеств охотничьих пород Татьяна Якунина. А также вы увидите сегодня, как всегда, видео-визитки о собаках и кошках, которым нужен свой дом и ответственные владельцы. Посмотрите внимательно. Перед тем, как показывать животных, которых отдают из приюта, мы обязательно проверяем их на социальную безопасность, контактность с незнакомыми людьми и способность адаптироваться к новым условиям жизни. Надеемся, хорошим. А теперь обращаюсь к нашим гостям. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, направление охоты, охотничье собаководство и военно-охотничье общество. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Охотничье собаководство возникло давно, еще с древних времен. Когда была охота, человек охотился, соответственно, собака появилась как спутник, как помощник на охоте. Наше общество, оно объединяет людей, увлеченных охотой, и людей, владельцев охотничьих собак. А вот в России и конкретно в Самаре давно это существует? В военно-охотничьем обществе уже более 100 лет. Да, 102 года в этом году будет. Существует, да, довольно-таки давно. А его предназначение каково именно для людей, которые имеют своих собак? Туда могут входить только люди военные или не обязательно? Не только военные, обычные граждане также могут стать членами военно-охотничьего общества, и не обязательно владельцы собак, но большинство сейчас вступает и владельцы охотничьих собак. Их объединяем, проводим мероприятия всевозможные, испытания охотничьих собак, выставки проводим, оформляем документы на собак, занимаемся собаками. А какие породы принимают участие в охоте? Ну, охотничьи собаки – это разные группы собак. Это гончие, борзы, лайки, ретриверы, спаниели. И все, в общем-то, группы собак имеют свое конкретное предназначение на охоте. То есть нет какой-то универсальной совсем собаки. Вот, поэтому занимаемся, стараемся заниматься и привлекать разных владельцев с разными собаками, чтобы мероприятия, скажем так, были интереснее и разностороннее. А много ли у нас вообще, в принципе, в Самаре охотничьих пород собак? Ну, у нас существуют вообще представители практически всех групп пород охотничьих собак. Это и ретриверы, это и легавые собаки. По области очень много гончих, лайк. Насколько я вот помню, было какое-то затище где-то в районе 2005-2015 годов на русских борзых такие высокие собаки. Ну, их не очень много, но тем не менее есть люди, которые увлекаются охотой с этими собаками, спортом с этими собаками. Они присутствуют в нашей области, в нашем регионе. А могут ли работать, так как у нас все-таки программа больше о бездомных собаках и дворняжках, а могут ли работать метисы? Ну, метисы, в принципе, могут некоторые из метисов работать. Почему некоторые? Потому что охотничьи качества, они генетически передаются от предков. Поэтому если где-то что-то передалось, то можно вполне, наверное, развивать. А это если придет человек на соревнования, он как-то заявляется и говорит, там, у меня метис. Вы принимаете или это все-таки какие-то нормативные акты? Я объясню. Которые, ну, идет регламент, скажем так. Вообще регламент по правилам РКФ, правилам Росохот Рыболов Союза, он существует. Но если человек с метисом хочет принять участие, он просто будет допущен, но не получит определенных документов. А для себя, пожалуйста, вполне возможно. То есть есть, допустим, сейчас соревнования для дворовых, ну, беспородистых собак, метисов и так далее. А вот в военном обществе, как часто проходят, вот в вашем обществе, как часто проходят соревнования? В основном мы проходим, не соревнования, это проходят у нас испытания и состязания, да. Проверяются охотничьи качества собак охотничьих. Проводим ежегодно в сезоны охоты. В августе у нас будут испытания охотничьих собак по болотной дичи, по водоплавающей птице. В сентябре у нас запланировано испытание по полевой дичи. Занимаемся, работаем. А вот хорошо, но бывает же так, что даже охотничьи собаки, там, Курсхары, там, Бигль, Лабрадор, они не способны искать дичь, не способны выходить поля и работать? Бывает такое, поэтому и существуют эти мероприятия, как испытания и состязания, это мероприятия по племенному отбору. То есть на этих мероприятиях мы смотрим врожденные охотничьи качества, приобретенные охотничьи качества. Ну и нежелательно, конечно, допускать в породу тех собак, у которых это отсутствует. Хорошо. А если нет документов, что собака породная и, скажем, ну вот я опять же пришел с метисом, но он не очень хороший такие поисковые качества, вот мы можем как-то начать ее родословную? Вы знаете, с метисом начать родословную невозможно. Ну а для себя заниматься с ней, скажем так, спортом, это же тоже спорт. Любая Натаска любой собаки, это спорт и для собаки, и для владельца, и это очень интересное мероприятие, поэтому можно заниматься для себя. А что значит спорт? Здесь, я так понимаю, принимают участие и собака, и хозяин. Какие нагрузки идут, и какие получает спортсмен и собака? Ну и собака, и спортсмен получают нагрузки. Это бег, это быстрая ходьба, ну и опять-таки это общение с природой. Это тоже, это не нагрузка, но это тоже самое главное. Вот эти страницы проходят каждый год, а спад, падения были? Вы знаете, нет. Как-то у нас ровненько получается, то есть люди приходят. Кстати, забыл сказать еще о том, что это плавание. А плавание? Да, плавание. А плавание хозяина или собаки? Собак. Собаке, но если собака ничего не умеет, то и хозяина в том числе. Вполне возможно такое при Натаске. Сезон, и это сезонное обличение, и вот такие стороны проводятся какой-то определенный сезон, или они могут проводиться круглогодично? Ну, к сожалению, зима у нас длинная, долгая, и зимой практически. Вот для ретриверов и легавых нет возможности заниматься. Ну, те же лайки, те же гончие, те же борзые, зима для них это, в общем-то, сезон занятий. А военное, охотничье общество, все-таки военное, оно как-то все равно имеет отношение к военному, или это просто... Ну, раньше, да, имело отношение к военным, сейчас это просто дань уважения, название было, его оставили. Поэтому вот, да, уже как бы не военные. А, ну, то есть, как бы гражданские, ну, и гражданские, и военные у нас есть, члены общества. Мы приветствуем всех. Ну, тем не менее, военно-охотничье общество, то есть, вот мы, являясь членами, можем поехать в другой регион, и для нас будут определенные льготы, как для членов общества. То есть, это очень большое общество по разным регионам. По всей России, да, есть отделение военно-охотничь общества. А в России было очень престижно вступить в ДСААФ и попасть в эту военно-спортивную организацию, и получить этот, соответственно, билетик, и там мы платили членовские взносы, и действительно было тогда престижно. Ну, я считаю, что это и сейчас престижно, быть членом военно-охотничьего общества. Спасибо большое, спасибо большое. Итак, давайте прервемся на несколько минут и посмотрим видеовизитки или просто информацию о собаках и кошках, которым нужен свой дом. И добрый, ответственный владелец, напоминаю, что после каждой видеовизитки есть номер телефона, по которому вы сможете позвонить и узнать более подробную информацию. Итак, смотрим. Эту собаку зовут Кали, нашли ее замерзающие на улице в промышленном районе. Причем она была в предродовом состоянии. От морозов смогли погибнуть и щенки, и она сама. Вовремя сумели определить приют, где приняли роды, щенков раздали, а ее стерилизовали. Активность с собаками в вольере очень хорошо, ну да даже это, даже, то есть как альфа доминирует над сучками, с кобелями довольно ровно. С людьми со всеми контакт тоже, от мала до велика. Можно в квартиру, можно в принципе, можно на дачный участок. Главное заборы повыше, а то она прыгает. На самом деле она, в принципе, к людям привыкает быстро, она никуда не сбежит. Обратите на нее внимание и заберите Кайли домой. Сейчас ей около двух с половиной лет. Обращаться 8-917-117-60-00. Предлагаем вашему вниманию кошку по кличке Маша. Она готова уйти из котоприюта прямо сейчас, несмотря на весьма солидный возраст, ей около шести лет. Она очень хорошо адаптируется и сможет подружиться с новым хозяином и стать лучшим другом. Судьба у нее была тяжелая. Мы ее очень-очень долго лечили. У нее почти все зубы удалены, но при этом она активная, она ласковая, она очень любит компанию. Очень-очень умная. Действительно, если можно так сказать, практически человек. Вообще замечательная кошка, действительно. Ни разу ее у нас не забирали, то есть все это время она живет у нас. Очень хочет, конечно, быть домашней. Очень ласковая. Вообще кошка прекрасная. Сделайте счастливой кошку по кличке Маша. Заберите ее домой. Обращаться 8-927-701-36-38. Ищем хозяина этой собаки. Черная, как смоль, висячие ушки, что придает ей пикантный добрый вид. Нашли в прошлом году на острове зелененький, еще с несколькими щенками. Собак, в принципе, можно и в частный дом, но я думаю, для квартир вообще идеальной собаки нет. Маленькая, спокойная, неконфликтная. С людьми контакт, ну, через месяц, я думаю, найдет, привыкнет. Чуть-чуть побаивается новых людей, но со временем все будет нормально. Заберите, пожалуйста, кнопку домой из приюта. Ей очень хочется быть рядом со своим хозяином. Она готова уйти из приюта прямо сейчас. Если вы обратили на нее внимание, звоните по телефону 8-917-117-60-00. Предлагаем вашему вниманию кота по кличке Цезарь. Больше двух суток он просидел на дереве, пока волонтеры не сняли его оттуда, голодным и истощенным. И далее сумели определить в кота приют. Имя королевское, и действительно он Цезарь среди наших котов и кошек. Он нами всеми повелевает и отдается желательно единственным в семью. Он не очень любит других кошек. С людьми он контактный и общается, но до того момента, пока он хочет сам. То есть это он сам решает, когда он хочет, кому он пойдет и так далее. Ход молодой, кастрированный, здоровый. Обратите внимание на Цезаря. Ему нужен свой владелец, и он готов уйти из кота приюта прямо сейчас. Обращаться в 8-927-701-36-38. Заберите Цезаря домой. Где проходит тренировка? Тренировка проходит на специально отведенных участках охотничьих угодий. То есть это предусмотрено законодательством. Но мы стараемся тренироваться на специальных участках, на специально отведенных. Но иногда бывает, что собака может и тренироваться в угодьях. Но, как у нас продекларировано, это на привязи, скажем так, собака на корде. То есть владелец может ее управлять. Корд это что? Корд, да. Это длинный-длинный поводок. Какой длины? Ну, метров от 10 до 20 бывает. А, вот так, да? Да. Когда проходят соревнования, какие-то призы хоть вручаются? Конечно. Это не соревнования, это испытания и состязания. Испытания, да. Хорошо, понял. Бывают такие ситуации, что вы выходите на тренировку в поле, ставите собаку по следу, либо на поиск дичи, и вдруг появляется стая бродячих собак? Да, у меня лично были такие случаи. Это очень неприятно. Но, конечно, нам приходится просто как-то переезжать в другое место, подальше от этой стаи. Но в угодьях собачки наносят определенный вред. Вот эти бродячие? Бродячие. Но, опять-таки, это вина человека, я считаю, бродячие животные. А насколько вы тренируете такую позицию собаки, либо реакцию не реагировать на бродячих собак? Или они все-таки реагируют, или все-таки это мешает? Нет, вы знаете, как правило, они не реагируют. Почему? Потому что собака охотничая, у нее отсутствует агрессия полностью как на человека, так и на себе подобных животных. То есть они привыкли у нас, в общем-то, они общаются. Собаки не дикие, поэтому они как-то достаточно спокойные. Если стая не агрессивная пробежала мимо, вряд ли наша собака среагирует. Ну, или максимум пойдет знакомиться. Вот если она пойдет знакомиться, то ей могут нанести вред. А вот так, да? Ну, бывают, да, такие случаи, когда одичавшие собаки бросаются. На собак породистых, на домашних собаках, да. А как много вообще их в лесах? И каким образом они там существуют, у бородичьих собаки? Ну, видимо, выброшенные собачки из деревни, кто-то окутился, сформировалась стая, им же нужно чем-то питаться. Они не только нам наносят, скажем так, моральный вред, они также... Охотничьим угодим также наносят вред. Они охотятся, они загоняют и зверя, и птицы разоряют гнезда. То есть вред наносит. То есть в принципе бродячие собаки тоже могут быть охотниками? Или они охотники? Или могут, или все-таки они больше питаются там, где есть человек? Ну, они, наверное, стараются питаться там, где есть человек. Но не всегда у них это получается, и какие-то травобытные инстинкты у них возникают, поэтому они и наносят вред угодим. Я сколько раз видел такую картину, когда собака бродячая, собака далеко где-то от населенного пункта, прыгает по полям и, как говорится, мышкует. Есть такое, да? Да, бывает. Есть такое. То есть они прям могут жить в лесах и... Могут, могут, но доступность вот весной, например, это гнезда, это утка, это полевая дичь. Они наносят, они едят яйца, даже ловить никого не нужно. И поголовье, соответственно, птицы, оно уменьшается. Многие люди, защитники животных, они беспокоятся по поводу того, что вот вы выходите с собакой на охоту, и это может принести бред нашей флори-пауне и так далее. Давайте не будем путать охоту и браконьерство. Охота – это разумное, регламентированное законом регулирование численности охотничьего поголовья. А браконьерство – это выбивание, действительно, животного мира. С этим надо бороться. И в этом тоже могут помогать собаки браконьерам? Браконьерам, ну, теоретически, да. Ну, почему-то я как-то не знаю. Браконьеров, по-моему, не ловились с собаками, да? По крайней мере, в годах, где мы охотимся, такого не было. Без собак лови. Какие нормативы существуют для собак охотничьих пород? Ну, или, там, для собак, которые принимают участие? Что им нужно сделать, чтобы показать хорошую, красивую работу своей собаки? Значит, для каждой группы пород существуют свои правила по испытанию. Например, нельзя испытывать гончей по правилам ретриверов, либо наоборот. Это недопустимо. Есть четкие регламентированные правила. Ну, и чтобы показать хорошую работу своей собаке, нужно с ней заниматься, а не просто идти на испытания. Она ничего не покажет. А как часто проходят занятия? Занятия проходят, как правило, у нас, вот сейчас в настоящее время занимаемся натаской ретриверов, раз в неделю по выходным стабильно. Ну, бывают, конечно, какие-то сбои. Но иногда по просьбам, опять-таки, люди стоят в группе в определенной, если просят среди недели провести занятие, мы идем навстречу и тоже проводим. В военном охотничьем обществе тоже существует натаска легавых. Вот сейчас, правда, там заминочка небольшая со здоровьем натасщика. А так проходит тоже. А кто такой натасщик? Натасщик – это специалист, который понимает, что он делает в натаске собачки, которая руководит и собакой, и, вернее, даже больше владельцем собаки, чтобы тот делал все правильно. Ну, а много ли у нас экспертов? А есть гражданский эксперт, и, я так понимаю, еще и военный эксперт? Нет, нет, абсолютно неправильно. Есть эксперты РКФ, то есть Российской кинологической федерации, есть эксперты РОРС. Это РОСО-хотровалов в Союз. Вот, ну, как правило, у нас очень часто один эксперт имеет звание и судей РКФ, и эксперта РОС, очень часто. И, в принципе, у нас их, ну, не очень много, но достаточное количество. В Самаре, например, вот есть… А свои интересы пересекаются, или все-таки это все в одном русле идет? Нет, интересы не пересекаются никак, и, в общем-то, натаска практически, ну, немножко отличается правило у некоторых собак, у некоторых групп пород. Вот, ну, а так, в общем-то, все одно и то же. И на трещике у нас есть прекрасное. А вот военные-то вообще принимают участие сами непосредственно? Имеете в виду саму охоту? Да, да, да. Ну, в нашем обществе бывают коллективные, конечно, охоты. Члены общества собираются на праздники, опять же, на празднование, дня рождения военного охотничьего общества. Мы собираемся всегда. И охоту устраиваем, и общение членов общества между садом. А вы сами военные-то имеете хоть собак или нет? Военные люди имеют в виду, именно военные охотники. Их много, и имеют они собак, конечно. Потом у нас женская охота приветствуется. Вот у нас тут второй год будет определенное мероприятие. Даша, наверное, лучше расскажет в двух словах, если интересно. Да, у нас в августе запланирован второй всероссийский слет охотницы. То есть на праздник, посвященный женской охоте, к нам приезжают девочки-охотницы со всей страны. Вообще себе. Да, охотимся, общаемся. У нас очень весело, да, бывает. То есть мужчинам там не место? Мужчинам у нас нет. Только женщин, да, только женщин пускаем. Понятно. С какими собаками, каких собак предпочитают женщины-охотницы? Здесь разнообразие большое. В основном это легавые ретриверы, но есть еще женщины, которые охотятся и с лайками, и с гончими, и с борзыми. И с паниели, очень много женщин у нас охотятся. Да, с паниели, да, забыла, я просто забыла. А есть ли какие-то примеры применения, ну, вот реально метисов? Дворовых собак или... Ну, вы знаете как, обычно мы не сталкиваемся все-таки с метисами, но у меня есть личный пример. У нашего эксперта есть норвежский метис, пока в данный момент это беговая порода, она не признана пока РКФ. Ну, вообще он у нас в поле интересные вещи выдает. Именно то, что касается охоты. В этой собаке 75% кровь Мкурцхара. И, конечно, соответственно, какие-то охотничьи качества ему передались. Поэтому собака ведет себя в поле достаточно так интересно. Вот, кстати, а часто ли выбрасывают метисов и вот таких вот полукровок на улице? Ну, наверное, все-таки выбрасывают, судя по тому, что бегает беспризорная, да, вокруг этих охотничек собак, я думаю, что не выбрасывают, как правило. Но теряются они часто достаточно. Бывают, да, собаки на охоте, азарцы убегают. Теряются, у нас есть группа, мы отслеживаем, ищем, стараемся, чтобы собачка вернулась к владельцу. GPS-навигатор это вот что такое? Это в основном, конечно, применяется для легавых и лаек, для гонщих. То есть хозяин может видеть по прибору, где находится в данный момент его собачка. Ну и последний вопрос, наша передача завершается, времени осталось немного. Скажите, а необходимы ли штрафы для нерадимых владельцев собак? Нужно ли штрафовать? Я считаю, да. Ну вообще, конечно, этот вопрос должен решаться комплексно, да, и финансироваться. Но все-таки штрафы, я за штрафы. Потому что несчастные собаки, инфекция в городах, инфекция даже в угодьях. Да, возьмем, что стоит бешенство одно. Я считаю, что люди должны отвечать за тех, кого они приручили. Даша, ваша? Согласна, поддерживаю. Здесь единственный только вопрос будет в применении, как это будет применяться на практике. Еще раз не устаю говорить, а не будьте безучастны к судьбе братьев наших меньших. И, пожалуйста, если вы видите факты жестокого отношения к животным, делайте замечания таким людям. Не проходите мимо. Или фиксируйте данный факт на камере телефона и обращайтесь в полицию. Говорите людям, которые выгоняют собак и кошек на улицу или на самовыгул, что делать этого нельзя. Когда мы будем об этом говорить, напоминать нерадимым соседям об ответственности и штрафах, может быть, это хоть как-то остановит их от жестокого обращения к животным. Всего доброго, хорошего лета и мирного неба над головой.